Илья Самошников и Валерий Георгиевич Капин. Давайте начнем с вопросов к Илье. Пожалуйста, первый. Все только фотографируют. Да, пожалуйста, Андрей. Вон там уже. Здравствуйте, Илья. Что соперники разные, на этом сборе совсем разные. Что вам известно о сборной серии? Какие сильные качества и какие у вас настроения, так скажем, перед этой игрой? Здравствуйте. По сопернику у нас были теоретические занятия. Знаем сильные и слабые стороны. А настроенную игру побеждать. А можешь сказать какие-то сильные качества? Нет, не могу. Пожалуйста. Кто еще? Андрей Третьянов, руку. А, спасибо. Да, вот сзади. Скажи, пожалуйста, насколько ты оцениваешь готовность к игре в своей команде? На сто процентов. Третье, у меня просьба небольшая, представляете, пожалуйста, как это за этот вопрос. Да, пожалуйста, тот мужчина еще бы светло. А, ура, где-то другие. Да, Роман, пожалуйста. В последний раз играет за спортивный российский 21-й год, когда были еще официальные соревнования, но вызывались, понятно, на Светлана в сентябре, и сейчас вызывались. Есть ли, может быть, какие-то изменения, по сравнению с тем временем, в команде, в коллективе, в тренировках, вообще, в целом настроении команды, как вы чувствуете это? Ну, каких-то больших изменений нет, все точно так же. Коллеги, пожалуйста. Все, к коллеге больше нет вопросов? Давайте, Юр, отпустим. А, вот еще последний вопрос, да? Отступай. Что, что? Главное, ну, а, ну, давайте-то Илью отпустим. Спасибо большое. Спасибо. Да, пожалуйста, теперь вопрос к Валерий Савченко. Здравствуйте, телеканал «Наши людей». Валерий Георгиевич, вы смотрели предыдущих матчах команду «Сирия». Как вы оцениваете игру и как вы оцениваете игроков в лигах южных Америка, именно которые они там играют? Как вы оцениваете твои идеи, Василий? Ну, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, игроков команды соперника мы не оцениваем, в принципе, никогда. Не смотрим за игроками хуже, они лучше, или смотрим больше за командными действиями, когда разбираем соперника, что они пытаются делать. И понятно, ну дай так, миллион процентов это не Бруней, понятно, по силе и по качеству командной игры точно не Бруней, намного команда, понятно, что сильнее, сыграннее. Видно, что тренер работает, видно, что тренер хочет от команды, видно наработки, так скажем, тренера, поэтому, соответственно, игра будет абсолютно другой, намного сложнее будет в «Сирии», естественно. Даже для этого не надо быть там семипядей во лбу, по-моему, понятно, и по рейтингу FIFA даже. Как минимум в два раза сильнее, но не в два, а намного больше, поэтому готовимся, и уже то, что я говорил перед Брунеем, то есть мы не понимали вообще, как будет Бруней играть, потому что ни одной игры с этим, с новым тренером не видели. Здесь есть материалы, которые, да, мы увидели, что, скорее всего, опять же, понятно, что могут поменять, как и мы, скорее всего, в четыре защитника будут играть. И то, что они хотят делать при обороне, да, были матчи, где они прессинговали, были матчи, когда они пытались уходить из обороны за счет коротких передач, потому что, что будет завтра, наверное, я думаю, что зависит тоже и от нас еще. Да, пожалуйста. Вы раньше сказали, что всегда задача в сборной России сыграть на ноль и забить как можно больше. Стоит завтра ожидать крупную победу в сборной России? Задача эта ставится, вне зависимости от соперника, будет это Сирия, будет Аргентина. Сыграть на ноль и как можно больше забить. Как больше забить, это может быть два гола вместо одного. Не знаю, что это будет 10 гола. Поэтому эта задача, естественно, в каждой игре стоит такая. Как это будет, зависит от двух команд, естественно. Поэтому, прежде всего, надо сделать, попытаться сделать то, что мы хотим увидеть, то, что мы тренировали. Если это мы все хорошо сделаем, так как положено, или как бы мы хотели, чтобы это выглядело, я думаю, тогда будет результат. А какой? Без понятия. Можно добавить? Главный тренер в сборной Сирии сегодня утром сказал, что результат не очень важен для него, а важно только для этого матча, для его игроков. Результат принципиальный для сборной России? Я только что сказал, что самое главное выполнить установку, выполнить те наработки, которые мы тренировали это время. Не так много, но тренировали до этого времени. И вот это самое главное. Результат, как вы понимаете, да, сейчас за это очков турнирных, я имею в виду, в отборе или куда-то еще не дают. Поэтому хотелось бы увидеть от футболистов дополнение, прежде всего, тех элементов, над которыми мы работаем. Спасибо. Здравствуйте. 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 Региональный информационно-аналитический центр. В Борной России уже проводим вторую игру в нашем городе. Скажите, пожалуйста, вам комфортно в нашем фабионе и как в целом вам смешно? Ну, если бы было некомфортно, я думаю, что мы не играли второй раз, это во-первых. Во-вторых, да, конечно, комфортно, да, приятно, с удовольствием приехали. Давайте так, в Краснодаре не мелко еще нас, в Краснодаре нас тоже великолепно встречали. Ну и сюда мы приехали с большим удовольствием, надеемся, что завтра опять будет там полный стадион. Поэтому и для ребят, и для нас, для всех приезжать сюда только в радость. Да, Андрей, пожалуйста. По центру. Андрей Михайлович, Авиановский. Валерий Георгиевич, пару вопросов. Первый, сейчас молодежная сборная России проводит турнир в Бразилии. Следите за их выступлением и не стоит ли ждать в 2021 году кого-то из ребят молодежки у вас на сборах? Ну, следим, естественно, конечно, следим, знаем, там, наверное, можно поздравить молодежную сборную с результатами тех, которые они в Бразилии достигли. И по поводу того, что будут игроки или нет, если они будут выделяться, будут себя показывать не только в молодежной сборной, но и в чемпионате России, там, где мы больше всего, естественно, смотрим. Например, Батракова, я думаю, что показатель не будет, поэтому, естественно, любой игрок, который будет себя показывать, может оказаться в сборной. И второй вопрос по поводу Игоря Дебеева. Он был вызван, провел участок «Крестандарт» включая сборы, а в итоге туда не доехал. Был ли смысл вообще брать его или там за последним было непонятно, что он не сможет играть? Ну, как раз было непонятно до того момента, пока мы поняли, что он не сможет принять участие. Или так, наверное, не так, наверное, даже он, может быть, смог бы принять участие, но с большим риском получения травм. Поэтому понятно, что мы рисковать игроками не хотим и не будем, поэтому отправили его в расположение клуба, и тоже ему готовился к последующим матчам в клубе уже. Спасибо. Добрый вечер. Юрий Антонов, интернет-портал администрации Волгоградской области. Валерий Петрович, Вы уже отметили, что Вам приятно приезжать в Волгоград. Завтра для нашего города дата знаменательная. Вы также отметили, что всегда ставите максимальные задачи для своей команды. Будет ли для Вас и для команды дополнительный подоплек в честь памятной даты очередной годовщины контрнаступления Советских войск по целым градам? Благодаря чему и соответствующий антураж будет создан на стадионе? Ну, я думаю, что антураж, который будет создан, только в плюс пойдет 100%. Мне бы хотелось верить, что вне зависимости от даты, мотивировать кого-то еще на что-то в игре за сборную, я думаю, что не хотелось бы, так скажем. То, что это будет, наверное, 100% да. В прошлом году открытая тренировка была и для воспитанников спортивных школ. В этом году, к сожалению, такого мы не увидели. Вам, как для Вас, как для специалиста, для футболиста сборной, в каких условиях тренироваться лучше? В спокойных, когда можно, как говорится, в тишине отнести до игроков основные идеи, или когда на трибунах ближайшие толпы восторженных мальчишек? Немножко разные форматы, абсолютно не немножко, а абсолютно разные форматы. Когда готовишься за день до игры, как это сейчас, происходило, понятно, что лучше. Для команды, для тренера, наверное, лучше. В спокойной атмосфере, в спокойной обстановке, где тебя слышат и где внимание и концентрация у игроков только на поле, а не на трибуны. Понятно, что это лучше. То, что это нужно или нравится болельщикам, да и футболистам тоже проводили. Как Вы сказали, здесь тренировку и проводили тренировку. Когда не было игры у нас с Пакистаном, проводили в Москве. С удовольствием сразу все футболисты, естественно, не тренировались, не чувствовали себя любимыми. Поэтому оба формата рабочие, но просто нужно понимать, когда для этого есть время, когда желательно его потратить на более спокойную обстановку. И последний вопрос от меня. Сегодня тренировку Вы провели на боковой арене. Как оцените состояние игрозона? Нормальные, так скажем. Не могу сказать, что идеальные, понятно. Наверное, видно из трибуны. Очень мягковатые. Ну, в том году, например, в том году, когда играли с Кулы, было намного хуже. Но хорошее, достойное, нормально. Спасибо. Валерий Георгиевич, Мария, чемпионат. Вопрос по Федору Чалову. Он приехал в расположение, да, с премьерами из Абилы. И в целом, у него сейчас, наверное, не совсем удачно складывается время в Греции. Был ли у Вас с ним какой-то разговор? И есть ли понимание, опять же, что с ним сейчас происходит? Спасибо. Ну, для понимания, что с ним происходит, наверное, надо с ним находиться почаще и подольше, чтобы понять. Ну, за эту игру понятно, что, наверное, не лучше его времена, так скажем. Вот с чем это связано, говорю, опять же, это надо. Для этого надо находиться с ним там, как он тренируется, что они там делают и что там просят. Ну, самое главное для нас было, там, мы на него посмотреть давно не видели. И есть на что, ну, не есть, ну, понятно. Увидели огромное желание, огромное желание играть, огромное желание выполнять установку и огромное желание забить, возможно, которое им помешало в игре сборной, так же там, более спокойно распоряжаться мячом. Вот, поэтому разговор, да, у нас с ним был, продолжать работать, руки никто не опускает. И поэтому решили вместо переезда сюда еще, тем более он не планировался, как здесь Тюкавин и Мусаев, Тюкавин еще, вообще не играл Мусаев, только там 30 минут сыграл, поэтому завтра Тюкавин и Мусаев планируют ввести игрока. Пять часов на автобусе сколько мы ехали? Четыре с половиной часа, потом лететь чуть-чуть сюда, потом добираться до Солоников. Я думаю, что лучше было и для него, и для клуба, чтобы он вернулся. Тем более здесь он не планировался. Валерий Георгиевич, я полетаю по региональным информационно-аналитическим центрам. К сожалению, наша сборная сейчас не принимает участие в международных чемпионатах и чемпионате Европы тоже. Но, вне зависимости от этого, он играет товарищеским манчером с другими сборками. Скажите, пожалуйста, на будущий 2025 год будут какие-то новые планы у сборной России? А что вы подразумеваете под новыми планами? Что у нас допустят или новые планы, это что? Не, ну планы-то у нас и в этом году, я так понимаю, были с другими командами играть. Одно дело планы, другое дело возможности. Планы в планах, естественно, есть. План есть не только планы, есть и желание, чтобы сыграть с командами другого уровня, так скажем, посильнее. Никого не принижая, не обижая. А как это получится, как это срастется, не все так просто. РФС принимает все попытки и делает все для того, чтобы найти соперников как можно выше, так скажем, в рейтинге. Ну, как вы понимаете, опять же, зависит от того, сколько свободных, имеется в виду команд, которые в эти даты могут сыграть товарищеские матчи. Не говорю даже про желание, хотят они или нет, просто это уже были свободные даты. Сейчас из свободных команд, которые могут в эти даты FIFA играть, то, что было, то есть. Но в планах есть, ну, желание и планы есть, естественно. Валерий Георгиевич, завтра сборная Россия проводит последний матч в этом году. И если в плане результата в 2024 году, как вам кажется, все хорошо, то как можете прибавительно оценить именно качество прогресса, который команда показала под вашим руководством именно в этом году, если не считать завтрашнего матча? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, в Коснодаре мне задали такой же вопрос, качество. Если вы говорите про качество, я думаю, что нельзя оценивать. То есть игра с Камероном или Сербии абсолютно другого качества. И не потому, что мы играли хуже или лучше, а потому что уровень соперника, понятно, был. Ну, немножко разный, так скажем, поэтому я оценивал год как положительный, да, окей. Ну, опять же, принимать надо во внимание уровень соперника. И, там, обращать на цифры, которые, там, говорят, в пяти последних матчах, да, что-то такое, типа 30-0, ну, там, ни о чем. То есть надо понимать, против кого мы играем. Да, опять же, с той же Сербии, да, счет удачный, хороший, 4-0. Но, опять же, не было бы удаления, возможно, был бы другой результат. И можно закончить с того, с чего мы начали. То есть сейчас, я думаю, что важнее посмотреть игроков тех, которые приезжают новые, либо даже не новые, а в каком они состоянии, и посмотреть, как они выполняют, там, те задумки, которые у нас есть. Это важнее, чем, там, просто простой результат. Можно играть безобразно и выиграть, а можно играть хорошо и проиграть. Поэтому больше качества игры нам нужно, чем только результат. Но, опять же, если будет качество игры, то, скорее всего, и результат будет. Да, пожалуйста. Олег Григорьевич, добрый вечер. Бабич Андрей, спорт 24. Есть относительно свежий аттестат Максима Нинахова. Я его прочитаю, вы видели. Он сказал, что две сборные он для себя закрыл. Говорит, раз на меня не рассчитывают, зачем мне кто-то стремится. Если сборного меня не нуждается, пусть справляется сама. Как, может, я снять слова Нинахова и лично выглядело, если сборную как закрывали, почему-то вот такая реакция? Ну, это у него спрашиваете, продолжая вот этот вопрос. Вот вы бы ему задали вопрос, почему. То есть он считает, что она закрыта. Ну, то, чтобы закрыть дверь, сначала надо открыть. То есть она закрыта и не открывалась никогда, условно. Почему он так считает, не знаю. И сборная открыта для всех. Но вы на него вообще... Он входит в пул футболистов, который вы рассматриваете? Ну, в наш пул футболистов. В пул футболистов ходят все футболисты с Российским гражданством. Это пул, если говорить про пул. А кто уже будет вызываться или не будет вызываться, то уже будем, понятно, принимать решение перед очередным сбором. То бишь, сейчас уже в марте. А причины его не вызова ранее сугубо игровые или есть вопросы о дисциплине? А дисциплина в чем? Игровая дисциплина. Что-что? Может, игровая дисциплина. Вообще, по каким критериям он пока не проходит в городе? Потому что есть футболисты другие, которые на данный момент мы считаем сильнее. Очень просто все. Не надо искать темную кошку в черной комнате. Ему еще после? Нет, ему не надо искать. Ему не надо искать. Там никакой подоплеки никакой нет. Просто есть у нас, допустим, на этом сборе у нас Караваев и Самошников. Еще есть Дадамо. Ну, например. Еще есть Сильянов. Ну, был. На этом сборе нет. Окей. То есть достаточно крайних защитников, которые мы считаем на данный момент, выиграют конкуренцию. Не знаю, откуда у него такие мысли. Ну, окей. Если мы считаем, что мы можем без него обойтись, он сказал, да? Если сборного мнения не нуждаются, пусть справятся сами. И раз на меня не рассчитывают, зачем? Пока справляемся. Пока справляемся. Как только не будем справляться, тогда вызовем. А вот эта фраза, раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Это, по-вашему, не выглядит как слабая позиция футболиста, который... Ну, у него спросите. Я здесь... Это же его слова. У меня ничего спрашивать. Роман, я хотел выяснить, пожалуйста. Вы говорили про состояние Атюкавида, что он приехал в Суши, в Узбины. Сейчас какое его состояние в порядке, который он все 100% будет играть? Да, готов на 100% играть. Завтра будет играть. Если сегодня ночью ничего не случится с ним, то завтра будет играть. Как оценить себя состояние Алексея Юрьевича? Я думаю, что он не играл в первый матч. Но если просто говорите, в целом, в кондициях, я не знаю. Могут тоже какие-то разговоры с Томбелеем в уровне чемпионата? Просто как-то общались с ним? Нормально, в хорошем, обычно в тонусе, в хорошем. Что еще я могу вам сказать? Завтра увидите, посмотрим. То есть можно находиться в хорошем тонусе, но завтра выдать плохую игру. Не про него, а в принципе. Пока все хорошо. Он отдохнул, климатизировался, все нормально. А завтра посмотрим. И вы уже комментировали итоги золотого мяча, а вы сказали, что не особо следите за... Это какое отношение имеет к матчу Львов-Россия-Сирия? Какое отношение имеет к матчу Львов-Россия-Сирия? Ну просто, если можно, без привязки. Нельзя. Тем более, я уже комментировал. Там не про золотой мяч будет. А про что? Через золотой мяч я просто когда зайти, то вы сказали, что вы сидите за этими... Заходите напрямую, двери открыты. Там золотой мяч, да. Вот если бы вручали в этом году, так скажем, золотой мяч именно российскому футболисту, то какого бы вы сейчас называли лучшего российского игрока, вообще играя за рубежом или в РПР? Кто для вас и почему? Головин. Почему чуди говорите? Потому что. Потому что головин. Коллеги, заканчиваем, наверное, все, да, вопросов больше нет. Тогда спасибо. Спасибо. До встречи завтра на игре.